Друзья, второй урок. О чем второй урок? Часто задается вопрос, а как построить организацию, да? То есть, как сделать так, чтобы она была стабильной, да? И вот второй урок, на самом деле, о том, как сделать так, чтобы у тебя организация была выстроена стабильно, надежно. Это урок о том, почему нужно самому отследить, проконтролировать все три уровня. Выстроить организацию на все три уровня. Результатом работы с тремя уровнями будет появление, как минимум, четвертого уровня. Идея понятна? Вот сейчас, это на словах, покажу вам, как это происходит на практике, на самом деле. На практике это происходит следующим образом. Смотрите. На практике это происходит следующим образом. Смотрите. Я, это вы. Я, это вы. Вот первая задача, которой необходимо научиться, первая задача, чему необходимо научиться, как пригласить ну, кого, к примеру? Петю. Петра, хорошо. Петю. Итак, мы пригласили Петю. Первая задача, чему вам нужно научиться, как пригласить Петра, да? Мы пригласили Петю. Дальше задача, не забывайте, да, наша задача, выстроить организацию на сколько уровней? На три уровня в глубину. Следующая наша задача, вторая, какая? Научить кого? Петю. Чему? Как ему пригласить, кого, к примеру? Сергея. Пишем Сергей. Итак, второе. Как научить научить Петра пригласить кого? Сказали? Сергея. Так, хорошо, мы научили Петра, как пригласить Сергея. Как этому научить? Очень легко, ребят, на самом деле, очень легко. Три вопроса, на которые нужно дать ответ всегда любому человеку. Первый вопрос, на который нужно дать ответ, кого приглашать. Второй, куда. И третий, когда. Кого приглашать? Список имен. Вот у меня так выглядит список имен. Это моя тетрада. Поэтому первая, первая задача составить список имен. Посмотрите, как он выглядит. Куда приглашать? Это график встреч. Каждый понедельник, каждый вторник, 18.00, здесь проводятся вот такие вот презентации. С понедельника по пятницу, с 19.00, проводятся видео презентации по вебинарам. Идея понятна, мужчины? Да. Помимо, проводятся еще индивидуальные встречи под предварительным согласованием с высшестоящим наставником. Ответил на вопрос, кого приглашать, куда и когда. Ребят, это понятно? Понятно. То есть, наша задача, научить Петра чему? Как ему? Кого приглашать? По списку имен. Куда и когда. Правильно? Результатом явилось то, что у него появился Сергей. Следующая, третья задача какая? Научить кого? Сергея Трана. Вот тут самое интересное. Научить опять Петра чему? Как ему обучить Сергея? Понятно? Как ему обучить Сергея? Пригласить? Кого? Катю. Понятная идея? Я прям запишу это. Задача кого? Научить кого? Петра. Петра. Как ему научить? Кого? Сергея. Сергея. Пригласить Катю. Как мы это будем делать? Рассказать на практике? Да. Очень легко. Сажаем Петю рядом с собой. Садимся с Сергеем. Вот смотрите. Сидите вы, сижу я. Рядом Петя, рядом Сергей. И я при Пете Сергея обучаю трем вопросам. Каким? Кого приглашать? Куда приглашать? И когда приглашать? Понятная идея? Для Пети это новая информация? Нет. Это повторение того, как я его обучал. Но он видит, что я Сергея обучаю тому же самому. Понятная идея? Результатом этого обучения будет то, что появилось Катя. Ловили идею. И завершающая четвертая часть. Задача научить кого? Петра. Опять Петра. Чему мы учим? Как Пете обучить Сергея обучать Катю пригласить Марину. Идея понятна? Обучить кого? Опять. Петра. Как ему? Обучить кого? Сергея обучать Катю приглашать Марину. Идея понятна стала? Как это будет происходить? А вы скажете, Петя, давай сделаем так. Ты сейчас сажаешь рядом Сергея, и при Сергее, его Кате, объясняешь, как ей пригласить Марину. Как ты это делаешь? Достаешь свой список имен, показываешь, какой надо список составить, даешь график встреч, когда, куда, кого, как приглашать. Идея понятна? Скажите, пожалуйста, в завершение хочу вам сказать. Какие два слова я использовал чаще всего? Обучить. Обучить, научить. И второе? Приглашать. Вы уловили идею? Это бизнес обучателей, это бизнес людей, которые приглашают других людей. Приглашают, что делать? Когда мне спрашивают, а приглашать на что? Я говорю, ребята, не надо приглашать людей продавать сюда. Сюда надо приглашать людей, ну, примерно так. Хочешь ты зарабатывать дополнительно 30-50 тысяч рублей в месяц, для того, чтобы не ходить каждый день с утра на работу? Кто из вас хочет для начала зарабатывать хотя бы 30-50 тысяч в месяц? Понятная идея? Вот так вот все просто и легко. Ребята, это второй урок на салфетку. Желаю вам успехов, всех благ.